Две бронзы за бокс. Столько наград принесли в копилку университетского округа участники первенства Северо-Западного федерального округа. В наш регион представили спортсмены младшей возрастной группы. Несмотря на юный возраст, они смогли показать мастерство и дать отпор противнику на ринге. 28 марта Илья Миненков и наша команда вернулись с первенства Северо-Западного федерального округа по боксу, который проходил в городе Петрозаводск. Илья Миненков боксом занимается уже 6 лет. Из 18 проведенных боев выиграл 16. Впервые в Северо-Западном федеральном округе завоевал бронзовую медаль. Соперники были достаточно сильные, было очень их много, много ребят. Они все выступили достойно. Я провел два боя на этих соревнованиях. Один я выиграл, а второй я проиграл. Первый бой был не сильный соперник. Я с ним уже боксировал, уже его выигрывал. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 10 регионов ССФО. Победители первенства областей и республики по боксу среди юношей 2002-2003 года рождения. Наш округ представляли 5 спортсменов. Трое воспитанники дворца спорта Норд. Трое из дюц-лидер. К этим соревнованиям ребята готовились целый год. В июне был сбор в горах. Осенью трижды ездили на соревнования в Усинск. Илья ездил на турнир Невского. На первенстве ССФО двое наших боксеров заняли третьи места, а остальные проиграли в первом же бою. Ребята были подготовлены. Я надеялся, что-то будет. Даже лучше будет. Но так они выступили неплохо. Видно было, и школу работали. Но не хватило опыта. Вот, например, Филиппов, у него попался левша. Он пока пристроился с левшой. Здесь нет левши, а там пристроился уже бой. Ну, хотя бой такой непроигранный бой, выигранный. По мнению тренера, участие в таких соревнованиях – это хорошая школа. Спортсмены, с которыми наши ребята встречались на ринге, провели от 50 до 60 боев. Хотелось бы еще отдельно отметить о том, что на данный момент конкуренция даже в юношеском спорте, в олимпийском виде, да, сильно возросла. И теперь, выезжая на каждый турнир, нам действительно приходится ощущать сильную конкуренцию со стороны других спортсменов. И даже в полуфинальных ребята уступили спортсменам, которые стали первыми на этом турнире, то есть победителям в равных боях. Наша федерация планирует подготовить ребят к следующему первенству ССФО. Оно пройдет через год. Дмитрий Марков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.